Всем привет! Это 17 урок курс параметры с нуля. Сегодня мы поговорим про чертеж в координатах x, o, a. Посмотрим, как можно себя вести с корнем, а как можно вести себя с модулем. Итак, начнем первое. Вот такое у нас задание. Нам необходимо решить вот этот параметр. И получается, при каком значении? А, у нас будет два решения. Вспоминаем, как бы мы просто решали уравнение. Как бы мы просто решали уравнение. Мы бы возвели все в квадрат. Давайте так и сделаем. x плюс a равно x в квадрат. И сделали бы условие, что x больше либо равен нуля. Что значит x больше либо равен нуля? x больше либо равен нуля. Это значит, что если мы чертим в координатах x, o, a. Обратите внимание, наша ось y переименовалась в a, потому что тут нет y. Мы не будем представлять, что это две разных, два разных графика. Это будет один график. Так. И получается, где у нас x равен нулю, x равен нулю? Вот здесь. Значит, вот эта ось o, a. Это и есть разграничитель. Что значит больше нуля? Значит, наш график будет находиться вот здесь. И влево мы за эту ось не заходим. Давайте a оставим здесь. Все остальное перенесем. Вот x квадрат минус x. Что это? Это парабола. Это парабола. Давайте найдем вершину. А чтобы найти вершину? Чтобы найти вершину? В принципе, можно пользоваться вершиной. Но давайте учиться, давайте учиться выделять полный квадрат, чтобы нашу параболу представлять вот в таком виде. y равно x минус x нулевое плюс y нулевое. Так, ну что, давайте тренироваться. x квадрат минус x. Да, все помнят формулу a квадрат минус 2ab плюс b квадрат. Это все a минус b в квадрате. Так, видим, что у нас тут у x не двоечка. Значит, что надо домножить на 2. Ну и автоматически домножить на 1 вторую, чтобы она сократилась. Значит, мы сразу понимаем, что x это первое число, 1 вторая, это второе число. То есть плюс 1 четвертая, верно, второе число в квадрате. Плюс 1 четвертая. Сворачиваем это все. Это получается x минус 1 вторая, все в квадрате. И если мы прибавили 1 четвертую, мы не можем просто так взять и прибавить. Мы можем прибавить и сразу же вычесть. То есть минус 1 четвертая. Вот. И давайте, это все у нас был черновик, верно? Это вот все черновик. Потом мы, получается, сразу пишем а равно x минус 1 вторая в квадрате минус 1 четвертая. И сразу понимаем, что наша вершина находится на координате 1 вторая и минус 1 четвертая. Это вершина. Ну и давайте найдем точки, в которых парабола пересекает ось по x. То есть x, x минус 1. Наша же парабола x квадрат минус 1. x вынесли за скобки. Приравняли к 0. x равен 0. x равен 1. Давайте заделаем чертеж. Не забываем, что мы не выходим налево. Так, как будем рисовать? Нам нужно отметить координату 1 вторая, минус 1 четвертая. Ну, пусть будет 1 вторая здесь. Минус 1 четвертая здесь. Тогда вот она, наша вершина. Тогда здесь будет 1. И парабола наша будет выглядеть примерно вот так. И обязательно ее продлеваем наверх. Там нам уже, в принципе, не важно, как она. Такого стыка, конечно, я знаю. И вы знаете, быть не должно. Но вы рисуете от руки, у вас все красивенько. x больше либо равен 0, значит, эта точка закрашенная. Так, нам нужно два решения. Значит, что мы берем? Мы берем прямую, синюю прямую, допустим. И я начну, пожалуй, снизу. Первое положение прямой. Первое положение прямой. Какое? Решения вообще нет. Решения вообще нет. Хорошо, тогда мы должны прийти. Ну, показать, что второе положение нам дает корень. Действительно. Второе положение нам дает корень. И этот корень у нас... Так. В этом положении у нас есть одно решение. При а равно минус 1 четвертой. Верно? Вот эта точка. Если мы опустимся под прямым углом к оси а, а здесь у нас минус 1 четвертой. Вот здесь у нас минус 1 четвертая. Значит, при а равно минус 1 четвертая, так и пишем. Давайте я опреликую. В первом положении у нас а меньше, чем минус 1 четвертое решение. Нет. Второе положение. А равно минус 1 четвертая. Одно решение. Вот оно. А там мы чуть-чуть поднимаемся выше. Чуть-чуть поднимаемся выше. И понимаем, что если мы чуть-чуть поднимемся выше, чем 1 четвертая, минус 1 четвертая, то у нас уже два решения, верно? У нас уже два решения и, 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 и. И получается, что если а больше, чем минус 1 четвертая, два решения. Это третье положение. Четвертое положение. Четвертое положение у нас будет совпадать с осью OX. Четвертое положение совпадает с осью OX. Если у нас, ну и видим, что уже два решения, верно? Два решения. Раз, два. Точки эти желательно тоже жирненько выделять. Два решения. Хорошо. Поднимаемся наверх. Видим, что там у нас, как бы высоко мы не поднялись, всегда будет одно решение. То есть, пятое положение, одно решение. При а больше нуля, одно решение. Нам нужно два решения. Да, еще момент. Вот это все, что я проговаривала во слух. Описание первого положения, второго, третьего, четвертого, пятого должно быть написано перед ответом. В ответ все-таки желательно писать то, что нас просят. Нас просят два решения. То есть, давайте вот здесь я напишу ответ. Ответ пишется ниже всех записей в бланке. Если, допустим, вы повторите за мной, как я, если вы ответ напишите, как я, то ваши решения будут проверять только вот здесь. Ответ означает окончание решения. То есть, то, что ниже ответа, то не смотрится. Так, о чем это я? Об ответе. Нам нужно два решения. Мы поняли, что если а больше, чем минус 1 четвертая, но а равно нулю подходит, поэтому если, поэтому а принадлежит от минус 1 четвертой до нуля. Минус 1 четвертая выколота, скобка круглая, потому что там одно решение. Но если мы чуть-чуть поднимемся, то есть это наш край, наш промежуток, но само число минус 1 четвертая не подходит, потому что там одно решение. А нуля подходит, там два решения. Хорошо, пойдемте к модулю. И что мы сразу видим? Мы сразу видим квадраты, а если перед нами квадраты, то это окружность. То это окружность. Так, давайте разбираться с модулем. Давайте разбираться с модулем. Если это окружность. Так, нет. Давайте просто, давайте поймем, как у нас относятся x и a в модуле. Модуль это вообще разграничительная прямая. То есть 7x плюс a равно 0, а равно минус 7x. Это прямая, которая будет разграничивать нашу окружность. Потом вы увидите. Модуль по-хорошему надо раскрыть двумя способами. Итак, первый способ это 7x плюс a. Больше либо равно 0, а больше либо равно чем минус 7x. И раскрываем. Так, я вот так отделю. Это получается разграничительная прямая. Она нам еще понадобится. Так, давайте сделаем покрасивее, что ли. Системку. Так, то будет 7x плюс a равно x квадрат плюс a квадрат минус x плюс 8a. Так, и что у нас здесь? Ага, вам там не видно были, да, если я буду писать? Ладно, тогда вот так сделаем. Так. Давайте все в одну часть. Все в право, да? x квадрат минус x минус 7x плюс a квадрат плюс 8a минус a равно 0. Так, можно это выписать. Получается, x квадрат минус 8x плюс a квадрат минус, ой, плюс 7a равно 0. Ну что, если это окружность, если это квадрат, то нам необходимо выделить полный квадрат. Давайте опять же обратимся к черновичку. Вот у нас с вами формула a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат равно a плюс b, все в квадрате. Что у нас с иксом? С иксом у нас выражение x квадрат минус 8x. Значит, вот в этом 8x что заложен? Вот в этом 8x заложено двоечкой с формулой. Первое число, первое число у нас x квадрат, мы знаем, да, это просто x. Чего не хватает? А не хватает четверки, верно? Не хватает четверки. Значит, второе число 4, то есть плюс 16. Значит, это мы можем свернуть, как x минус 4, все в квадрате. x минус 4, все в квадрате. Давайте рассуждать насчет a. Здесь у нас вот плюс. Так, a квадрат плюс 7a. Что заложено в 7a? 7a у нас заложено 2, число a. И давайте 7 пополам так и возьмем. 7 пополам. Тогда какое число нам необходимо возвести в квадрат? Первое в квадрате у нас уже есть, нам нужно второе в квадрате. 7 вторых в квадрате плюс 49 четвертых. Так, как мы это свернем? Тут у нас уже будет плюс. a плюс 7 вторых. Все в квадрате. Но обращаю ваше внимание, мы самолично прибавили 16 и самолично прибавили 49 четвертых. Мы не можем просто так взять и прибавить. Получается, если мы это прибавляем, мы должны это тут же вычитать. Но смотрите, мы же прибавляли где? В левой части, верно? Значит, если мы перенесем, то знак не изменится. Так, сейчас объясню. Получается, что у нас было? x квадрат минус 8x плюс 16. Минус 16, да, мы тут же вычитаем. Тут у нас выражение с a. И вот это из a мы что прибавили? 49 четвертых. Вот это мы перенесем. Прибавили и тут же вычли, да? Прибавили и тут же вычли. 49 четвертых. Вот это мы перенесем вправо. И оно будет со знаком плюс. Вот я почему. И оно будет со знаком плюс. То есть здесь у нас будет 16 плюс 49 четвертых. Здесь надо привести к общему знаменателю. А, в принципе, окружность у нас уже готова. Я бы сказала, что это самый такой неприятный момент. Если привести к общему знаменателю, то 113 четвертых. И мы автоматически можем найти центр этой окружности. Центр этой окружности. 4 и минус 7 вторых. Ну, либо минус 3,5. 3,5 мне привычнее. Это центр нашей окружности. И радиус равен корень из 113 на 2. Не пугаемся, что он такой. Какой есть. Так, второе. Это то, что мы сделали вообще. Мы раскрыли модуль больше либо равно нуля. А теперь нам нужно раскрыть наш модуль меньше нуля. То есть 7х плюс а меньше нуля. Это второй случай. Тогда у нас будет минус 7х минус а равно х квадрат плюс а минус х плюс 8а. Так, проверяем меня внимательно. Я мастер делать ошибки арифметические. Так, получается а меньше, чем минус 7х. Вот смотрите, здесь у нас получилось а меньше, чем минус 7х. А здесь а больше, чем минус 7х. То есть один из графиков, одна окружность будет правее, а другая будет левее. Вот зачем нам та самая прямая. Так, точно так же. Все вправо. Получается х квадрат плюс 6х. Давайте сразу посчитаем. Плюс а квадрат. И плюс 9а. Все верно. Так, равно нулю. И здесь опять же надо выделить целый квадрат. Но давайте я уже писать отдельно не буду. 6 это 2 умножить на 3 умножить на х. Верно? То есть второе число у нас 3. Чтобы его возвести в квадрат будет 9. То есть это будет х квадрат плюс 6х плюс 9. И тут же минус 9 плюс а квадрат плюс 9а. 9а что заложено в 9а. 9а это 2а и 9 вторых. Значит надо прибавить квадрат второго числа. 81 четвертая. И сразу же вычесть 81 четвертая. Тогда у нас получается х плюс 3. Все в квадрате. Плюс а плюс 9 вторых. Все в квадрате. Равно 9 плюс 81 четвертая. Так давайте справа посчитаем. У меня тут посчитано 117 четвертых. 117 четвертых. Опять же мы знаем центр. Что очень хорошо. Минус 3 и минус 4 с половиной. Это центр. И радиус равен корень из 117 на 2. Так теперь давайте порассуждаем. А как будет выглядеть? Как будут выглядеть наши окружности? Давайте сначала нарисуем нашу разграничительную прямую. Можно на нее нарисовать табличку. Так 0,0 через 0,0 проходит. 1 минус 7. 0,0. Пусть будет вот здесь 1. А здесь допустим минус 7. Вот она наша разграничительная прямая. Она у нас не является какой-то прямой, которая относится к графикам, к решению. Она не даст нам никаких решений. Так теперь нам нужно понять, как рисовать окружности. Как рисовать окружности? Давайте отметим центры. Первый центр это 4 и минус 3 с половиной. 2, 3, 4 и минус 3 с половиной. Это примерно половина от семерки. Второй центр это минус 3. Раз, два, здесь 3. И минус 4 с половиной. Вот где-то вот здесь. Ну и логично по центрам, что в тот случай, когда мы модуль раскрывали больше либо равно нуля, та прямая будет, какая прямая окружность, та окружность будет справа. А там, где мы раскрывали модуль меньше нуля, та окружность будет слева. Если вдруг вам непонятно, где рисовать окружности, мы берем любую точку из любой области. Наша прямая, вот эта, которая равно минус 7х, она разграничивает нашу плоскость на две области. Мы берем любую точку из любой области. Допустим, я хочу взять 2, 2. Ее не обязательно отмечать, просто проверим. Я хочу взять вот эту точку, 2, 2. 2, 2. И подставим ее, ну, куда? Допустим, вот сюда. Я предполагаю, что вот эта область, которая отвечает за а больше, чем минус 7х, будет включать мою точку. Предположение, я не знаю, да? Хотя очевидно, что у нас, если центр окружности находится в той области, то окружность рисуется там, где их центр. Не может быть такого, что центр здесь, а окружность там. Итак, я предполагаю, что вот эта точка находится в той области, где мы раскрывали мой предположительный, то есть а больше или равно, чем минус 7х. Давайте просто подставим. 2 больше либо равно, чем минус 7 на 2. а больше либо равно минус 14. Верно? Верно. Все, значит, окружность точно рисуем там. Теперь, мы знаем, что когда у нас происходит что-то с модулем, у нас где-то есть точки, где окружности наши будут пересекаться. Вот примерно вот таким образом. Допустим, да? Я сейчас, конечно, уберу. И эти точки надо найти. Каким образом находим? Мы знаем, что наша разграничительная прямая, а точки будут именно на разграничительной прямой, имеет формулу а равно минус 7х. Да? А равно минус 7х. Давайте же вместо а подставим минус 7х. Вместо а подставим минус 7х в любую. Допустим, я хочу в первую. Вот сюда хочу. Потому что точки у нас будут принадлежать. Хочу так мелко. Так, вот. То есть найдем точки пересечения окружностей. Так. Вместо а подставляем минус 7х. 7х минус 7х равно... Можно, кстати, подставить в модулю. Видите, что модуль у нас уничтожится. Уничтожится будет 0х квадрат плюс. Давайте в модуль подставим начальное. А квадрат. А квадрат вместо а подставляем минус 7х. Минус х плюс 8 умножить на минус 7х. Получается х. Ну вот здесь у нас 0х квадрат минус. Плюс 49х квадрат. Минус х минус 56х равно 0. 50х квадрат минус 57х равно 0. И нам нужно найти нули функции. Х выносим за сквапки. Будет 50х минус 57 равно 0. Х равен 0. И х равен 57,5. Но мы нашли х, а у нас же две координаты у каждой точки. Давайте так и напишем. Вы продолжаете писать ниже. Я здесь напишу, чтобы у меня виднелись. Все виднелось. Все виднелось. То есть ниже пишем. Если х равно 0, а равно минус 7х. Отсюда а равно 0. Ну согласна. Если мы вместо х подставим 0, а будет 0. Если х равен 57,5. А равно минус 7 умножить на 57,5. Тогда а равно минус 399,5. Ну числа, конечно, не очень. Но что поделать. Итак, получается, давайте сделаем вывод. Мы что делаем? Мы искали точки пересечения. То есть 0,0 и 57,5 и минус 399,5. Это точки пересечения окружности. То есть когда мы что-то находим, решаем, желательно после этого всегда делать какой-то вывод. Да, вот мы считали, считали, считали. Нашли какие-то иксы, какие-то А, что непонятно. И какой-то вот вывод, чтобы человек, который проверял, сразу понял, чего мы делали. И понял, что мы тоже понимаем. Так, первая точка пересечения 0,0. То есть они у нас пересекутся вот здесь. Вторая точка пересечения 57,5. Это чуть больше единички, верно? Допустим, здесь у нас 57,5. И минус 399,5. Так, ну это почти 8. 400 поделить на 58, минус 8. Допустим, вот здесь будет минус 399,5. Точки, которые мы чертим обязательно. Ага, ага, ага. А у меня мимо пошло, верно? У нас же не на оси, а на прямой. А если мы на прямой опустимся, у меня будет вот здесь. Ну тогда, знаете, что я сделаю? А что я сделаю? Я семерку тогда подниму. Я подниму семерку. Это будет минус 7. А вот это будет минус 399,5. То есть наши окружности пересекутся вот в этих двух точках. Так. Теперь нам нужно понять. Ну, хотя давайте просто прикинем. Давайте просто прикинем, как это будет выглядеть. Как это будет выглядеть? Ну, вот примерно вот так, верно. Если у нас... Мы модуль раскрывали. Больше либо равно, то чертим только справа. Так, вторая окружность. Можно вообще, знаете, как делать? Сначала чертить окружность, а потом подбирать центр. Потому что у меня центр ну, прям совсем мимо. Давайте так и сделаем. Так, ластичок. Это что за штрешки? Они нам не нужны. Так. Еще раз. Где наш центр будет? Так, 2-2. Нам вообще не надо. Это мы просто брали, чтобы проверить. Так. Давайте вот здесь. Центр будет где-то. Где-то вот здесь, верно. Нам же, в принципе, единичный отрезок не сильно критичен. То есть, минус 4,5 минус быт вот здесь. Так, минус 4,5. А там что? Это левая, 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 левая. Минус 3. То есть, вот, вот, минус 3. Тогда вот эти штучки вообще не рисуют. Так, а здесь у нас центр 4, минус 3,5. Ну, где-то здесь, да. То есть, вот, минус 3,5 где-то. Подождите, я не тоже делаю. Там же 4, у нас будет 4, а минус 3,5 где-то здесь. Ну, и у вас будут клетки. У вас будут клетки. Поэтому вам будет гораздо удобнее. Так. В принципе, мы построили. Но нам необходимо убедиться, что мы построили правильно. Что действительно окружность, которая справа, она выше. Как это сделать? Ну, во-первых, мы знаем центр, и мы знаем радиус. Как найти самую высокую точку окружности, которая справа? Так и пишем. Так, давайте я скопирую. Где она? Пум-пум-пум. Вот она. Так. Найдем самую высокую точку окружности. Самую высокую точку окружности. Вот этой. Это будет что у нас? Центр у нас минус 3,5. Минус 3,5. Плюс радиус, верно? Сейчас я вам покажу на чертеже. Вот здесь у нас... Так, где? Там же фотка моя. Вот здесь у нас минус 3,5. Поднимемся наверх. Это будет радиус, верно? Радиус нам известен. То есть, если мы к центру прибавим радиус, мы как раз поймем, чему равно значение А в нашей самой верхней точке. А радиус у нас... Корень из 113 на 2. И то же самое мы должны сделать с верхней точкой другой окружности. Так, где она? Нет, вот она. Так, что у нас? Давайте вот здесь. Найдем самую верхнюю точку вот этой окружности. Ну, это то же самое. Радиус... Ой, центр плюс радиус. Центр у нас находится в точке минус 4,5. Поднимаемся на радиус. Радиус у нас корень из 117 на 2. И найдем. А потом обязательно надо эту сумму будет сравнить. То есть, получается, минус 4,5 плюс корень из 117 на 2. А теперь сравним. Сравним, что у нас там было. Минус 3,5 плюс корень из 113 на 2. И минус 4,5 плюс корень из 117 на 2. Так, ну что, давайте прибавим везде 4,5. Тогда у нас будет 1 плюс корень из 113 на 2. И 117, деленное на 2. Давайте все домножим на 2. Это будет 2 плюс корень из 113 на 2. Просто корень из 113. И корень из 117. Ну и давайте вычтем корень из 113 из каждой части. Тогда у нас будет 2 и корень из 117 минус корень из 113. Ну и мы видим, что это примерно 10 с чем? С 2, допустим. А это примерно 10 и 1. То есть, мы вычитаем числа с одинаковыми целыми и получим в данном случае число меньше двойки. Верно? Следовательно, значит, минус 3,5 плюс корень из 113 делить на 2 выше, да, знак у нас дублируется, чем минус 4,5 плюс корень из 117 на 2. Так, и мы должны убедиться, что мы правильно нарисовали. Там, где минус 3,5, там выше. Да, все верно. Ну и мы как раз, в принципе, нашли вот эти точки. Так, теперь давайте найдем нижние точки. Давайте найдем нижние точки. Ну, суть та же самая, да? И с центра радиус, раз мы идем вниз, уже вычитаем, верно? С центра берем и радиус вычитаем. Так, как это можно написать? Найдем нижние точки окружности. Найдем, ну да? Найдем нижние точки окружностей. Получается, минус 4,5 минус корень из 4,5 из 117 на 2. И получается, вторая самая нижняя точка, это минус 3,5 минус корень из 113 на 2. Давайте подпишем. Получается, если мы проведем... Подпишем и сразу прямые будем проводить. Давайте начнем сверху. Если мы проведем прямую в первом положении, то что у нас? Это все надо описывать. Первое положение у нас выше, чем... Сейчас. Вот эта точка у нас... Почему? А равно? Просто надо подписать. Минус 3,5 плюс корень из 113 на 2. То есть, чертим вот такие прямые, отмечаем точки. Здесь у нас одна точка, да? Как это описать? Прямая А в первом положении не имеет пересечения с окружностями, значит, корней нет. При А, и причем здесь А больше, чем минус 3,5 плюс корень из 113 на 2. То есть, вот так вот. Первое положение. Больше, чем минус 3,5 плюс корень из 113 на 2. Корней нет. Вот так вот достаточно. Второе положение. Второе положение. А равно минус 3,5 плюс корень из 113 на 2. Одно решение. Так, а что нам надо найти? Нам надо, чтобы было больше двух решений. Дальше. Чуть-чуть опускаемся. Ой, что это? Чуть-чуть опускаемся. И следующая пограничная точка, это будет А равно... Вот это, да? Так, это будет четвертое положение. Чуть-чуть наперед пишем. Блин, а давайте не вот такими циферками, а вот такими 1, 2. Мне так удобно. Палки так не люблю эти рисовать. Четвертое. Третье вот тут нарисуем. Получается, второе положение. А равно минус 3 корня из 5 плюс корень из 113 на 2. Описали. Одно решение нам не подходит. Так, третье положение. Давайте проанализируем. Третье положение у нас А больше... Так, а вот эту точку мы не подписали, да? Это радиус вот этой окружности плюс центр. То есть минус 4,5. Вот здесь у нас минус 4,5 плюс корень из 117 на 2. То есть А больше, чем корень из... Минус 4,5 плюс корень из 117 на 2. Ну, А меньше, чем минус 3,5 плюс корень из 113 на 2. Получается у нас два решения. Сейчас я повожу прямой, и вы увидите. Вот она, видите, две точки. Нам достаточно хоть где в любом положении нарисовать и выделить эти точки. Раз, два, две точки. Так, четвертое положение. Наконец-то мы до него добрались. Оно уже у нас начерчено. Раз, два, три. И четвертое положение наконец-то подходит. Наконец-то подходит. Потому что здесь у нас больше двух решений, как нас просят. Больше двух решений. То есть при А равно... Это самая высокая точка. Минус 4,5 плюс корень из 117 на 2. Три решения. Запишем ответ. Можете себе, кстати, это помечать в прямоугольнику или что-нибудь. Дальше. Надо прямую попасть чуть ниже. Чуть ниже. Вот прям отвратительный у меня чертеж получился на самом деле. Потому что все криво. И прямая наша должна быть над осью ОХ. В общем, пусть будет вот так. Вот так вот. Это получается пятое положение. Пятое положение. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре. Четыре решения. В пятом положении. При А больше нуля, но меньше, чем минус 4,5 плюс корень из 117 на 2. Четыре решения нам подходит. Так. И писать. Вот как мы здесь написали. Пятый случай. При А больше того, то меньше того, то четыре решения подходит. Так. Следующий случай. Следующий случай. Это когда А равно нулю. Когда А равно нулю. Ну, у меня прям прямая на прямой. А если я приближу, ну, тоже отвратительно, да, выглядит. Ну, так это бы видно. Вот она раз точка, два точка, три точка. Шестое положение. Это когда А равно нулю. Три решения тоже нам подходит. Так. Дальше. Седьмое положение. Седьмое положение. Это любое положение, которое вот получается между, между вот этими, да. Давайте сразу. Видим, что здесь уже решение, количество решений меняется. Значит, это будет какое? Восьмое. Восьмой случай. Седьмой случай можно провести где угодно. Вот здесь, например. Как описать седьмой случай? Седьмой случай при А. Так, вот эту точку. Эта точка наше пересечение, да. А точка пересечения мы находили. Координаты ее. Минус 390,5. А вот, вот она отмечена. То есть, при А больше, чем минус 399,5 и А меньше нуля, два решения. Два решения не подходят. Восьмое положение. Так вот, они два решения. Точки обязательно выделять. Восьмое положение. При А равно минус 399,5. Три решения подходят. Идем дальше. Дальше опускаемся чуть ниже. Но опять следующее пограничное. Вот это, верно? Это будет десятое. Девятое. Девятое положение, вот оно. Видим, что здесь у нас раз, два, три, четыре решения. Девятое положение, раз, два, три, четыре. То есть, при А, так, самая нижняя точка, это у нас что? Самая нижняя точка. Минус 3,5 минус корень из 113 на 2. А вот эта точка, самая нижняя, минус 4,5 минус корень из 113 на 2. Подпишу. Вообще, вот эти точки вот здесь надо отмечать. Вот они. Так, мы на девятом остановились. Девятое положение. При А больше, чем минус 3,5 минус корень из 113 на 2. И А... Что-то я не то сказала. При А больше, чем минус 3,5 минус корень из 113 на 2. И меньше, чем минус 399,5. Имеет 4 решения, нам подходит. Следующее, десятое положение. При А равно минус 3,5 минус корень из 113 на 2. Так, раз, два, три. Три решения нам подходят. Дальше идем. Чуть-чуть опускаемся вниз. У нас тут будет все время два решения. И в конце будет одно. То есть у нас будет это двенадцатое положение прямой. А это одиннадцатое положение прямой. Получается, одиннадцатое положение прямой. Какие значения там принимает А? Больше, чем минус 4,5 минус корень из 113 на 2. И меньше, чем 3,5 минус корень из 113 на 2. Два решения. И самое последнее, двенадцатое положение. Это при А равно минус 4,5 минус корень из 113 на 2. Одно решение. Мы справились. Теперь надо написать ответ. Так, надо написать ответ. Нам нужно, чтобы было больше двух решений. Так, получается, вот здесь нам подходит, верно? Вот здесь, вот эта крайняя точка. Дальше. Здесь у нас раз, два, три подходит. Раз. Так, тут у нас все подходит. Вот до этого момента, верно? Вот до этого момента. Потому что там идет два решения. Потом уже идет три. И подходит вот до этого момента. Вот отсюда и до сюда нам подходит. Тут у нас два и один. Так, смотрите вот по этим точкам. Пересечение прямой и нашим графиком. Нам надо, чтобы было больше двух точек. Так, вот этот, давайте пойдем снизу, потому что нам же нужно писать промежутки и желательно писать с меньшего к большему. Так, вот эта точка у нас минус 3,5 минус. Так, ответ. А принадлежит от минус 3,5 плюс-минус корень из 113 на 2 до до точки пересечения, верно? Точка пересечения минус 399,5 минус 399,5. Так, включение. Здесь у нас минус 3,5 включено. Минус 399,2 включено. Квадратные. Так, идем дальше. Здесь у нас 0 включен. И минус 4 плюс корень из 113 тоже включен. То есть получается и от 0 до минус 4,5 плюс корень из 113 на 2. Сейчас проверим. Все верно. Я нигде не ошиблась. Это прекрасно. Это было долго, но я думаю, что это было понятно. Потому что именно такими штуками мы занимались в ОГЭ в 20 каком? В 23-м задании? Или 22-м? Я не помню номерацию. Во второй части. На этом все. 40 минут пройдено. Надеюсь, что некоторые моменты вы смотрели на x2. Надеюсь, что вам все понятно. Отправляйте своим друзьям. Я буду рада, если это вам действительно пригодится. Всем пока-пока. И удачи. Вы со всем справитесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.